Здравствуйте, уважаемые подписчики! Из всех суккулентных растений хавортии, пожалуй, самое эффектное растение. Вот этот контраст белого рисунка на зелёных листьях очень впечатляет. Разнообразие хавортии очень большое. Из разных сортов хавортии можно создать даже коллекцию. И при этом, при всём их разном внешнем виде, есть основные правила ухода за этим растением. Сегодня о них и поговорим, чтобы ваша хавортия как можно дольше радовала вас и стала практически домашним питомцем. Хавортия любит довольно-таки большое количество света, но она не переносит прямые солнечные лучи. На прямых солнечных лучах у хавортии образуются тёмные пятна, и растение болеет. Также хавортия под прямыми солнечными лучами теряет этот контраст, эффектно белого и зелёного. Поэтому если вы выращиваете хавортию на южном окне, то в полуденные часы обязательно её притеняйте. Для того, чтобы хавортия не перерастала и долго радовал вас своим внешним видом, для того, чтобы у хавортии активно отрастали боковые побеги, вот эти вот детки на хавортии нарастали, а тогда она смотрится ещё эффектнее, хавортии нужна холодная зимовка. Зимой лучше всего хавортию держать при температуре 12-14 градусов. И при этом её практически не поливают. Её поливают немного, один раз в два месяца. Но она переживёт и зиму на тёплом подоконнике, но в этом случае её нужно поливать почаще, где-то один месяц. И хавортию поливать нужно в край горшка, либо с поддона. Лучше всего хавортию сверху не поливать, потому что вот эта вода, которая попадает на листья, и особенно в центр розетки, привезёт к загниванию растений. Если вы, наоборот, неаккуратно полили хавортию, и вода всё же попала на листья, либо на розетки, надо её тут же высушивать, промакивать салфетками, не давать возможности высохнуть естественным путём. У хавортии листья часто лежат прямо на грунте, поэтому следите, чтобы верхний слой грунта был практически всегда сухим, а вот внутри горшка земляной ком должен быть немного влажным. И вот такой режим полива будет очень комфортен для хавортии. Хавортия любит сухой воздух. Влажный и даже средний влажный воздух ей не подходит. И вместе с тем хавортия любит свежий воздух. Она любит комнаты, где организовано постоянное проветривание. Хавортия цветёт, но цветки хавортии невзрачны, и лучше всего их обламывать, потому что цветение очень сильно истощает растения. И если хавортии не давать цвести, она начинает размножаться вегетативным, то есть её начинают появляться боковые отростки, и растение смотрится ещё более эффектно. Хавортию осенью с октября по март категорически подкармливать нельзя, а вот в тёплое время года хавортию можно подкармливать, но подкормки редкие, один раз в месяц. Для подкормок берите удобрение для кактусов и суккулентов. Избыток азота ей вреден, и даже вот это удобрение разводите не так, как вам предлагает производитель, но возьмите немного поменюсь, где-то процентов 75 от этой концентрации берите для хавортии. Если вы будете удобрять хавортию стандартным удобрением, то не нужно брать удобрение для декоративно-листных растений, потому что там азота много. В крайнем случае универсальное удобрение или для цветущих растений там азота поменьше. И в этом случае вы берите половину нормы, которую вам рекомендует производитель. Тогда у вас растение будет чувствовать себя очень даже хорошо. Хавортии хороши для мини-садиков на подоконнике. Они при особенно холодной зимовке долго не перерастают. Можно имитировать ландшафт какой-то засушливый, можно сделать вообще какой-то экзотический ландшафт. Хавортии интересно смотрится во флорариуме. И вот эти, надеюсь, мои советы, помогут вам долго выращивать хавортию именно в таком виде, в маленьком, в котором она к вам и попала. Потому что переросшие хавортии, конечно, уже не так эффектны. Ну а от того, какие хавортии приобрести, это уже зависит от вас. Ну а у меня на сегодня всё. Друзья, подписывайтесь на Хитсад ТВ на Ютьюбе. Канал для дачника и садовода.